Итак, номер 515, события дня, эпиграф, Евангелие от Марка 12.26. А о мёртвых, что они воскреснут, разве не считали? Это за 10 мая 2017 года. Я кое-что даже скопировал у себя здесь, даже ещё не прочитал, не успел. Столько у меня вчера было разных дел. Наталья Чернова пишет. Это Хакасия, видно, Красноярский край. «Спаси Христоса, Игнатий Тихонович! Спасибо вам огромное за насчитанные книги! С огромным удовольствием начала слушать Ветхий Завет, Библию. Как вы правильно всё читаете! С интонациями! Когда я начала читать, то интересно шла, но сложновато. Всё пытаюсь представить, все события, чтобы глубже вникнуть. Приходилось помаленьку продвигаться. А послушав аудио, можно просто влюбиться в эту книгу. Хочу сначала всё прослушать, чтобы более осмыслить, а потом опять начну читать. В общем, огромное спасибо! «Спаси Христос!» Ну, это у меня не первое начитывание. Первое, которое было начитано, интернета ещё не было. Там в 80-е годы, к 90-м ближе. У меня был один человек очень и очень талантливый в разной технике. Магнитофоны тогда были только, телевидение, всё. И он помогал размножать как. Вот попутно хочу сказать. Это речь идёт о речку Нове. Его звали мы Алёша. На самом деле он и Леонид Ильич был. Леонид Ильич. Ну, мастер, любую машину, холодильник, машинку, ему разницы никакой не было. Японский магнитофон всё ремонтировал. И куда мы поедем, когда с ним? Там баптисты, адвентисты, все к нам идут. Никто не ремонтировал тогда. Боялись даже вскрывать эти маленькие были карманы, магнитофоны, кассетные. И вот он утром приезжает ко мне там на мотороллере. Я гляжу, у него лицо такое опухшее. Я говорю, а что с тобой? Чего? Вы насчитали это? Я Евангелие это считал сам сколько раз. А тут стал слушать. Да, оказывается, я его неправильно считал. Я проплакал всю ночь. Ничего себе. Вот так действует Господь. Вот в то время у меня была мысль такая. Ну, как размножить вот всё? И как насчитать? А магнитофон был, ну, прям, ну, несколько минут только одна дорожка. Скорость 19, 19 сантиметров в секунду. А, которые вот эти, это 4,7 сантиметра в секунду скорость. Скорость продвижения магнитофонной ленты. Ну, и одна дорожка туда-обратно. А магнитофоны стали выпускать четырёхдорожечные. Туда-обратно, кнопку другую наждёшь, туда и обратно. И скорость, четыре скорости. И записывается уже много. Я никак не знал. Ну, как, с одного магнитофона на другое. Вот как я начитываю, сколько времени у меня уходит 90 часов на начитывание Библии. И чтобы один экземпляр сделать, мне надо 90 часов и переписывать. Я думал, как говорят, до того, говорят, истомился, что тоска напала и вошь заела. Ну, это поговорка. Вот. Я думаю, ну, как бы мне это вот сделать-то, чтобы быстрее-то. Ну, не знаю. Но Бог-то знает. Вот я рассказываю про себя, если ты не веришь. Ну, я тебя не могу убить. Но это так. У меня свидетели есть. Дело в том, что я-то молюсь. Я имею ответ. И люди говорят. Только сообщили, говорят, стали молиться. Я себе ничего не приписываю. Молитва ничего не значит. Это благодать Божия. Молитва только открыла двери проникновению благодати Божией. Я иду по партизанской улице. А на партизанский старообрядческий храм. Деревянный домик был. Они сейчас большой построили. По кроватам, кажется, Богородицы. А уже так темняется. Сумерки. Иду напротив улицы Радищева. А навстречу ко мне идут двое. И там идет как раз этот Алексей Речкунов, которого я его не знаю. Алеша. Идет с Агафьей. И тут разговаривает. Отмолились там он из старообрядцев. И он говорит. Вот ничего не понимаю. Стою. Но он не на русском-то языке. Сказал попудок. Там поп поднялся. Да что ты как. Еретик. У них сразу еретик. Ну, по-русски-то бы, чтобы понятно было. Я же ничего не знаю. Она говорит. О, есть человек, который все по-русски считает. Он говорит. А где? В Барнауле он. А почему его нету? Ну, он не Каньянскую церковь ходит. А из старообрядцев. Так ты меня познакомь с ним. Так я не знаю, где он живет-то. Я его не вижу. А потом. Алеша. Так он вот и идет. Идем по одной стороне улицы. А я иду, думаю, кого найти не знаю. А он теперь знает, как меня звать. И, наконец, мы сталкиваемся. Ну, и какой разговор восторженный был. И я ему дал адрес свой. Я говорю, вот я так переписываю. Он говорит, так вот почему? Можно две дорожки в одном направлении, а потом переключить, слушать в одном направлении. А как так? Ну, так можно, можно переделать, там, вставить, там, диоды, триоды, там. Вот это здорово. А не мог бы помочь? С удовольствием он. С удовольствием. Но это не все, он говорит. Можно сделать на другой скорости, чтобы было. Как? Так вот такие магнитофоны есть. Я говорю, у меня как раз такой магнитофон есть. Так надо купить, чтобы... Маяк 205. Это самый современный. У меня тогда было на работе, я работал сторожем, 72 рубля месячный оклад. 72. А один магнитофон стоит 320. 320. Это я не должен ни пить, ни есть полгода. Ну, да, семью. Ну, да, так и будет. Ой-ой-ой. Да как? Он говорит, так это можно на несколько магнитофонов, сколько угодно. Да не может быть. А я в это время печь делал в людях. Выработка 280-300 процентов. В день выкладывал от фундамента с трубой две печи. Ну, ясно дело, что это много было денег. А печь одна, 35 рублей. В день я месячный оклад получал. Кроме того, ремонтируем базу. За три дня, сколько мы, неделю проработали, я 700 рублей еще получил. Бригаду составлял, ремонтом занимались в государственных учреждениях, где надо. Были деньги-то? Я ему говорю, он говорит, ничего нет, у меня люлька, я пристегну. Ну, мы и правды. В самое короткое время мы купили, кажется, 15 магнитофонов. 15? 320? Это умножь. Это вообще 150 рублей, если получал инженер. Это считалось уже неплохо тогда было. Вот такое дело. Мы накупили всего это. Пленок кучами. Стоят у меня просто, не знаю, ну, тысячи, тысячи. Повезли люди отсюда. И он стал спаивать. Называется доильный аппарат. Одной кнопкой останавливаются все. Включаются одновременно. Только оригинал, что был начитан, оригинал ставлю. Это невероятно получилось, что на одной катушке 375 метров и 4 дорожки и 8 часов 20 минут. Да 8 часов 20 минут, да я сколько же насчитать-то могу? И вот я стал тогда, в это время раскрутка пошла. С этого момента уже я насчитал. Иногда, наверное, не сотни, а тысячи экземпляров пошли по России. Почему? Ну, видимо, и в КГБ не знали это. А когда узнали распространение архипелага ГУЛАГ, у них было представление МГБ, Московское КГБ. Работает несколько отделов в Сибири. Оказалось, один человек. Отделов? Это мне уже полковник КГБ сказал, Никулин Юрий Михайлович. Алтайское краевое КГБ управления. На что насчитал я? Начитано, что было тогда? Библия полностью. Полностью Библия, от корки до корки. Я могу сказать, сколько ее прослушать в 89 часов, там, 6 минут и секунд. Начитал, сразу же взялся, что я больше всего любил, Златоуста. Искать книги, со всей страны привозили. 12 томов Златоуста, они на нашем сайте сейчас считают. Заряди сайт, заряди любой в Гугле или в Яндексе сайт. Во свете Библии открытым оком. Во свете Библии открытым оком. Игнатий Лапкин. И вы это сразу все найдете. Начитал сразу 12 томов жития святых. Поехал, тогда был архиепископ у нас здесь, Гедеон на Сибирске. Своей-то епархии барнольской не было. Гдакукин. Пост, молитва, благословение. И стал насчитывать. Начитывал, конечно, с верой. У меня горело все. 5 томов Добротолюбия и Архипелаг ГУЛАГ. Вот на чем они оподловили. Трагедия русской церкви. Мученики 20 века. 50 книг насчитал. В мировой сети этого нету нигде больше. А почему? Кто нас... Да Бог надоумил меня на это. Я откуда бы знал-то. Я не чтец. Я никогда не считал, что я чтец хороший какой-то. Но воображение у меня было, как надо считать, какой голос. Но у меня голос, мне казалось, такой писклявенький. Но оказалось, Бог так сделал, за то, что я ничего на себя лишнего не брал. И я думал, вот так надо считать. Один считает, вот как считает, прямо кажется. Мне казалось так. Считает, как военный. Слова четкие, ясные. Левитан настоящий. И стали читать. И у меня написано, кто читал. Разные люди, конечно, с высшим образованием считают неплохо. Но как только стал выпускать пленки сих. А там пленок и немного, может быть. Ну, если общий тираж у меня был, допустим, 250 пленок, катушек. То они не больше пяти катушек начитали. И сразу пошли отзывы. Пересчитайте сами. Не слушается. То есть до души не доходит. А люди это верующие. Общины не было. Все патриархиные. Не слушается. Ничего. А он священник. Не важно. Не слушается. И мне пришлось снова стать перед микрофонами. Заново начитывать. Вот я попутно это все говорю. Попутно. И вот это Наталья Тещерновой пишет. Слушается как. Если вы сейчас зайдете и послушаете в интернете. Зарядите просто Библию, аудио, Игнатий Лапкин. Она сразу у вас выскочит. Прочитайте. Полностью вся Библия с неканоническими книгами. Вот такое дело Бог сделал тогда. Но тогдашнее у меня изъято было. И когда я вернулся из заключения, я заново переначитал. Но теперь уже на компьютер. Слава Иисусу Христу. Слава. Вот так. Владислав Марущак пишет. Не он. Он берет свое, какое там находит. Говорят, Бог благ. Он милует всех грешников. Да, но каких? И искренне кающихся и оставляющих неправду и творящих правду. Сектанты этого не знают. Бог любит грешника. Какой есть такой преди? Не любит. Он их уничтожает грешников. Он любит кающегося грешника. Но никакие были, такие остаются. Я-то их знаю. Вы хотите населить рай пьяницами, прелюбодеями, серебролюбцами, ворами, предателями веры, отступниками от Бога, еретиками, сектантами и раскольниками, которые сами разделились на сотни толков самочинных, с самочинниками, не хотящими покориться единой Церкви Божией, единой главе Иисусу Христу и Духу Святому? Нет. Да они и сами не пойдут в рай. Если бы, допустим, им и было позволено войти туда. Он им чужд. Они охоте и пойдут в ад, подобным себе. Ведь там им свои люди, им подобное. И бесы, волю коих они творили всегда, коим уподобились. Нет. Ничто скверное или нечистое не войдет в рай. Ибо какое общение света с отьмою, правде с беззаконием, Христу с Велиаром. Второе Коринфянам 6.15. Бог верен. Самому себе отречься от себя он не может. Второе Тимофея 2.13. От своей правды святыни и истины. Мне ишили, якобуду тебе подобен, говорит Бог грешнику. То есть, ты думаешь, я такой, как ты. Где же будет правосудие Божие? А кто это сказал? Святой, праведный Иоанн Кронштадтский. Вот и все. Николай Суртаев вышел один на меня и пишет. Ролик составили о мощах на нашем видеоканале. Теперь стоит. Спаси Христос. Посмотрю вечером ролик. Я за ночь закачал. Прошу прощения за упоминание романаха Нафанайла. Меня и жена пожурила за это. Я отвечаю. Храни вас Бог. Поговорит с женой вашей. Поговорите. Может быть, приедете в Потеряевку 14 мая, то есть через три дня. Будет там митрополит Сергий. Помолимся вместе. Никогда о том не пожалеете. Тут вы не будете чужими и можете говорить, что хорошее есть на сердце. Своими глазами посмотрите. Место у нас поистине уникальное. И далее стихотворение. Пока горит в моем окошке свет, спешите забежать на перепутье. Поверьте слову, жизнь с людьми не шутит. Посмотрите, а света больше нет. Чужая шторка за окном видна. Чужие руки опустили штору. А вспыхнет свет, они для вас, которых так ждали у вчерашнего окна. Элисавета Стюарт. Этот Николай Суртаев был очень сильно когда-то против нас. Все в жизни меняется. Мы ему этим не ответили. Я не отвечал. Но в книге, там ему тогда на фанаил, он был и романах, судников, он ответил, подробно разбирая его письмо. Если Николай пожелает услышать это, я могу даже тогда выщерпать это, ему показать. И теперь этого Николая я с семьей приглашаю. Живет он в Горном Алтае. Я ему говорю, наберите полную машину людей. Это у нас день открытых дверей два раза в году. В день деревни 15 мая ныне. И на престольный праздник 16 сентября. И праздник наш украсите своим пребыванием. После богослужения трапезу отца Иоакима и затем детский концерт. Николай отвечает Суртаеву. Спаси Господи, прошу брата Игнатий, помолиться о нас Господу Богу, Николай и Лидия с отчады. Ну, я сразу все оставил, как даже, кажется, не досчитал даже сразу ту же секунду на молитву. Приехать не сможем. Низкий поклон отцу Иоакима и всему вашему благочестивому приходу. А до этого и сектанты, и еретики, еще только не говорил, и прочее. Все это позади. Да не вспомянется и да сотрется. Я отвечаю, мне искренне жаль. Они могли бы попросить кого из близких, чтобы свозили вас. То-то будет у вас всех приятные и памятные воспоминания, и вы на деле увидите живую общину и живое общение с Богом и живого архиерея в радости ликующей. Таким он у нас всегда. Трату разделите на всех и потянете. Ну тут одним я отвечаю. Если хотите знать еще больше, то зайдите на наш сайт вот здесь, показываю. К истине народу. 299-я страница к истинному православию. А я говорю вам, любите врагов ваших, то есть воевать не воевать. Антон Пьянкин. Спасибо Бог. Считал я этот материал и сам до этого убедился в истинности этого. Один момент меня всегда смущал, что если христиане будут нанимать для своей защиты не христиан, это подлость и лукавство. Ведь все равно будет кто-то погибать. То есть речь о этой войне. А то ведь можно и убийство заказать, ведь ты сам нож не заносишь. Я отвечаю. И он дальше пишет. Спасибо Бог. Считал я там, да. Он говорит, смотрю ролик события дня номер 505. Особенно благостно считайте статью про Таирея Алексея Уминского. Радостно. То есть, видимо, он его уважает, увидит, что и я его как-то восприял. Я отвечаю, не нанимать, а просить защиты можно и даже нужно иногда, что показывает нам святой апостол Павел. Деяние 23.16. Услышав о всем умысле, что более 40 киллеров согласились ни есть, ни пить, пока не убьют Павла, сын сестры Павла пришел и, войдя в крепость, уведомил Павла. Павел же, призвав одного из сотников, сказал, отведи этого юношу к тысяченачальнику, ибо он имеет нечто сказать ему. Тот, взяв его, привел к тысяченачальнику и сказал, «Уздник Павел, призван меня, просил отвезти к тебе этого юношу, который имеет нечто сказать тебе». Тысяченачальник, взяв его за руку и, отойдя с ним в сторону, спрашивал, «Что такое имеешь ты сказать мне?» Он отвечал, что иудеи согласились просить тебя, чтобы ты завтра вывел Павла перед Синедрион, как будто они хотят точнее исследовать дело о нем. Но ты не слушай их, ибо его подстерегает более сорока человек из них, которые заклялись не есть и не пить, доколе не убьют его, и они теперь готовы, ожидая от твоего распоряжения». Видимо, уже машина, ножи натащили, пистолеты взяли, зарядили, все. Тогда тысяченачальник отпустил юношу, сказав, «Никому не говори, что ты объявил мне это». И призвав двух сотников, сказал, «Приготовьте мне воинов пеших 200, комных 70 и стрелков 200, то есть 470, чтобы с третьего часа ночи шли в Кесарию. Приготовьте также ослов, чтобы посадил Павла припроводить его к правителю Феликсу». То есть, там войск больше, там тюрьма большая, там лубянка своя, ну, там не просто взять было. Антон Пьянкин. Да, благодарю за этот отрывок. Сергей Пупков мне пишет, ну, я тут показываю, как у тебя, где это можно. По этой ссылке жму на и прямо серено, это у нас на сайте, что я там насчитал, озвучит послание к евреям. Почему? Я отвечаю, тут дорожки, файлы. Дорожки были, когда одна дорожка туда-обратно, а тут файлы, по два часа и пять минут каждая дорожка. Вначале может быть окончание бывшего на предыдущей пленке. И тут же на этой дорожке начато идет Ефрем Сирин. Ну, не пустую же пленку-то пускать. Я только что прослушал, там Ефремовы словах. Я говорю уже в другой раз, он снова спрашивает, что материал считается весь, и окончание этого материала заканчивается на третьей дорожке. Свободно теперь заполняю. Вот о них и начитываю святых отцов. Сергей Пупков. Если пользователь суперсайта жмет на Ефрем Сирин один, а там звучит послание к евреям, не скажет ли он, что делатели сайта делали его с небрежением? Я отвечаю, для непонятливых в третий раз объясняю. Тем более, то, что говорю, уже было записано в самих пленках. А что скажет Дундук Дубовый, меня разве это может побудить изменить лучшее на худшее? Сергей, на файле Ефрем Сирин один с какой минуты звучит Ефрем Сирин? Я отвечаю, хороший вопрос. Вот ты найди и пометь. Тогда же на пленках это не могло быть сделано, минуты не укажешь, метраж-то не показывался. Приступайте, дорогой брат, вам разрешаю это сделать, а потом администрация это внесет в подстрочные комментарии. Не вздумай прятаться за впереди тебя маящащие собачьи хвосты. Пишет Юрий Соболев. Мир вам, Игнатий Тихонович. В дни прошедшей недели этой были наполнены разного рода работой, тесным общением с близкими, поездками. В интернет выбирался эпизодически и коротко. Теперь же смотрю новые ролики, эпопеи с благовестием на выставке, беседу номер один, оси 14.5 уврачу и отпадение их, возлюблю их по благоволению. 8.5.2017 Очень насыщенные беседы. Андрей Рогачевский пишет. Мир вам, Игнатий Тихонович. Благодарю за духовную и просвещающую заботу. Ролики просматриваю почти все. За Романа страшно. Глаза у него какие-то неестественные, когда бес сеет эту неправду через его уста. И видно, что он укоряется в этом. Помоги ему, Господь, побороть золотого духа. Да укрепит вас, Господь, на пути познания и просвещения Божьего Слова и крепости вам телесной. Вправьте вы ему мозги, Игнатий Тихонович. От таких роликов его еще больше подкинет в умствованиях-то. Вот еще одна душа, которую даровал вам Бог для спасения. Да укрепит вас, Господь. Сандрусенко очень поучительная беседа. Спаси Христос. И пишет мне священник Петр Михалев. Игнатий Тихонович, Христос воскресе. Отвечаю, воистину воскресе. Можно с вами сегодня поговорить по скайпу. Хотел узнать, как вы понимаете православное учение о спасении? Я прочитал несколько книг по данному вопросу Сергия Строгородского и Михаила Мудюгина, там, архиепископ. Но в их книгах нет четкости и понимания, как все же спасаются люди. А вы вот прикидывайте, как бы вы отвечали? Отец Владимир Карелин, тогда еще РПЦЗ были, приехал к нам, а в это время с Нафанайлом Судниковым мы как раз работали. Я брал записки, их у меня тут несколько мешочков было. Тысячи четыре или пять тысяч записок только. Ну, в разных пяти университетах вел занятия в милиции и поэтому в письменном виде задавали мне вопросы. И он залез ногами на кровать на мою там на скворечнике потеряя в китае и гляжу, копается, отбирает там какие-то, чтобы прием я ответил на такой вопрос. Ну, а сам-то он думает и вот интересно, когда я кончил насчитывать уже, ну, свернули мы все, я говорю, а Нафанайл печатает, он быстро печатал десятью пальцами, к слову сказать, первый, единственный человек, которого я видел, который печатает десятью пальцами, не глядя на клавиатуру и на русском и на английском, одинаково. Вот такой был ученый монах около меня. Ну, я когда отвечал, он говорит, я, говорит, ни на один вопрос правильно не ответил, ни на один, а в священник, хороший священник, при том, кажется, в городе Шадринск. Я не знаю, там область какая у них. Я ему отвечаю, этому священнику, Петру Михалеву, если такие знаменитости не смогли убедить вас, ну, Сергей Строгородский, это патриарх первый, советский патриарх, и этот архиепископ в Астрахани, кажется, где-то он был, не смогли убедить вас в том, что знает любая старушка, как спасаться, то мне ли пытаться в чем-то убеждать вас? Деяние 16.31. Они же сказали, веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой. Для себя я знаю, как спасать, и это знание преподаю тысячам людей. Верите, чтобы вера была живая, не мертвая, твори добрые дела с любовью во Святом Духе, и так дожить, умножая свои таланты, дарованные по благодати от Господа нашего Иисуса Христа. Это я все ответ даю священнику Петру Михайлеву. Второзаконие 11.1. Итак, люби Господа Бога твоего и соблюдай, что повелено им соблюдать, и постановление его, и закона его, и заповеди его во все дни. Иоанн 14.15. Если любите меня, соблюдите мои заповеди. А заповедь любить Бога ближнего это первейшее главное. Иоанн 14.21. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет Отцом Моим. И я возлюблю его и явлюсь ему сам. Ясно, что он спасенный такой, возлюбленный Бог же. Иоанн 14.23. Иисус сказал ему в ответ, Кто любит меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим. 1 Иоанна 5.2. Что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Это я такой ответ дал. Петр отвечает, но ведь у вас опыт общения с баптистами, у которых вопрос о спасении стоит на первом месте, и которые говорят, что уже спасены, что оправданы не своей праведностью, а праведностью Христовой. Он-то хочет священник по скайпу, а мы уже говорили с ним не один раз. А теперь я ему отвечаю так, хотя обычно мне по скайпу даже удобнее, но тут, думаю, больше людей услышат. Я отвечаю, как у русских говорят, мало ли что по пьянке скажешь, священник Петр Михайлов, но ведь у вас опыт общения с баптистами опять. А как ответить на их уверение православному человеку? Я отвечаю, римлянам 8.24. Библию они любят баптисты, и это они прислушаются. Ибо мы спасены в надежде. Мы не окончательно спасены, а в надежде. Даже говоря так, мы можем все равно пасть. А баптисты так не понимают. Он уже сидит как бы на облаках и ноги свесил. Надежда же, когда видеть не есть надежда, ибо если кто видит, то чего ему и надеется. 1 Тимофея 1.19. «Имея веру и добрую совесть, которую некоторые отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере». Кораблекрушение, если кто видел, ну, картина Айвазовского, если посмотреть, это страшно. Так это в вере. Филиппийцам 3.12. Говорю так, не потому, чтобы я уже достиг и усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. Он от этого отвечает, вы не хотите мне отдавать ответ? Или, ну, что-то такое. Я даже сейчас его ответ не успел скопировать. Или боитесь там, или что-то. Но я уже все ответил, больше не о чем говорить. Я знаю, я видел, как он ест, тут подкопы делают, подкапываются. Я отвечаю местами Писания, но им надо оправдать себя. Ложное крещение оправдывает, мы с ним говорили. Ладошкой по макушке крещеные, да не крещеные, сейчас строят купели. Но этих-то исправьте, которых вы перепортили, то попы. Нет, это не будет крестить. Если ему ладошкой хлопнул мокрый, все, как печать, я говорю, антихриста поставили, уже не продать, не купить. Александр Шереметьев. Это человек, патриот, можно сказать, как он говорит, и вот сегодня он скинул на меня. Вот слова Равина Синедриона, духовного управления евреев в России. Ребе Менахем, Мендел Шнерсона. Первое. Наша специальная тактика борьбы со славянами в силу своей замкнутости является тайным знанием с большой буквы оба слова. Главным острее борьбы мы направим против славянства. Кроме отщепенцев, породившихся с евреями одними интересами. Правда, этих породившихся мы потом, после использования их в своих целях, полукровок-то, изымем из нашего общества. То есть, найдут Гитлера, который им холокост устроит. С разрешения, с благословения верхушки, как и в войну эту было. Славянство, а среди них русские, самый непокорный народ в мире. Непокорный он в силу склада своих психических и умственных способностей, заложенных многими поколениями предков, генов, которые не поддаются переделке. Славянина русского можно уничтожить, но никогда нельзя покорить. Вот почему это семя подлежит ликвидации, а на первых порах резкому сокращению своей численности. Ну вот это что делает, аборты и прочее. Сократили. И на сколько сократили? На 650 миллионов. Но теперь еще больше. Это пишет комсомольская правда прямо на полном развороте. Если бы большевики не победили в 1917 году, нас бы было уже 650 миллионов. Ну и считайте теперь сами. Второе. Наши методы борьбы будут отнюдь не военные, а идеологические и экономические с применением силовых структур, оснащенных самыми современными видами вооружения для физического подавления бунтующих с еще большей жестокостью, чем это было сделано в октябре 1993 года при расстреле Верховного Совета России. Прежде всего, мы расшлиним все славянские народы, их 300 миллионов, половина русских, на маленькие ослабленные страны с прерванными связями. Здесь мы будем пользоваться нашим старым методом разделяя властвы. Постараемся эти страны стравить между собой, втянуть их в междоусобные войны с целью взаимого уничтожения. Третье. Тупой славянский этнос не понимает, что самые страшные фашисты это те, кто никогда, нигде вслух об этом не говорит, а организует все якобы по самым демократическим нормам, как президентские выборы в марте. Наоборот, мы сделаем само слово фашист бранным. Этого ярлыка будут бояться каждый, на кого мы навесим его. Мы очень хорошо знаем, что национализм укрепляет нацию, делает ее сильной. Лозунг интернационализма устарел и уже не работает, так как прежде. Мы его заменим общечеловеческими ценностями, что одно и то же, то есть это Горбачевское. Мы не дадим подняться ни одному национализму, а те националистические движения, которые стремятся вывести народ из-под нашего диктата, мы уничтожим огнем и мечом, как что делается в Грузии, Армении, Сербии. Зато мы обеспечим полное просветание нашему национализму, сионизму, а точнее еврейскому фашизму, который в своей скрытности и мощности является сверхфашизмом. Не зря Генеральное Ассамбление ООН в 1975 году приняло резолюцию, в которой определилось сионизм как самую отъявленную форму расизма и расовой дискриминации, но в силу нашего победного шерсти на всей планете в 1992 году отменило это решение. Этот международный орган мы сделали оружием наших устремлений по захвату власти над всеми царствами и народами. Четвертое. Многочисленную популяцию славян мы лишим национальной элиты, которая определяет развитие событий и прогресса страны. И в конечном счете весь ход истории. Для этого мы понизим их образовательный уровень. Уже в ближайшие пять лет мы закроем половину их институтов, а в другой половине будем учиться мы. Пустим туда еще армян, чеченцев, цыган и тому подобное. Мы будем добиваться того, чтобы в правительствах славянских стран было как можно меньше представителей коренных народов, которые будут заменены нашей еврейской элитой. Я не ручаюсь ни за одно слово, потому что это не мои слова, мне сегодня ночью поставили. Сами проверьте, посмотрите. Я вчера смотрел ролики еврейский фашизм, когда при Хрущеве расстреливали евреев, все это были разные, которые там выпускали что-то, и хорошее они делали, и все, и сразу только 21, кажется, или сколько расстреляли. Ну, то есть безжалостно расправились, цеховики их называли, они выпускали нижнее белье, никому вреда не делали. И как считаете, это безумие полное. Их надо было награждать, награждать, что они сумели хоть некоторых людей одеть. Это мое мнение. Вот, видите, это за один день я кое-что взял. Какая разница? Вот один пишет о фашизме, другой о вере, третий о своем состоянии. Голубева Екатерина пишет. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. После того, как сын мой отправил вам мое письмо, сообщение, в котором я писал об одной сестре, снявшей с себя сережки, так вот, она вдруг утром позвонила и попросила у меня прощения. Оказывается, что когда я дала ей вашу визитку на Пасху, она дома по ней посмотрела, только не знаю, что именно, и решила, что я попала в секту, о чем и сообщила нашего молодого батюшки, о котором я вам тоже писала. Сестра сказала мне, что она дала вашу визитку отцу Андрею и сказала ему, вот, батюшка, посмотрите, Катерина-то мне дала, она в секту попала, и ее надо спасать. Она также сказала, что ждала ответа от него неделю, неделю, а потом спросила его, но он отметил, что некогда было смотреть. Ждала еще неделю, и уже в субботу мне позвонила. Я ее спросила и поминаю, простила, и поминаю на молитве-то, но выговорила ей сначала, почему она не сразу обратилась ко мне, ведь я ее приглашала к себе домой и хотела все показать и объяснить. А сказал ли ей, что батюшка потом, не знаю, но только я думаю, что он смотрел ваш сайт, так как еще на день жен мироносец после вечерней службы вдруг неожиданно для всех батюшка сказал проповедь, чего до сих пор не случалось. Вашу визитку я сама хотела ему дать, но только после того, как хотела рассказать о вас и ваших приходах нашим прихожанам. И 8 мая я тоже приглашала сестер, но они не смогли прийти по разным причинам. А потом вдруг неожиданно пришла одна сестра, я ей показала ваши книги и много рассказывала о ваших роликах и даже дала один посмотреть, но, к сожалению, она сказала, что не пользуется компьютером и так глубоко духовной жизнью не увлекается, Библию Новый Завет она не считает, а только псалтырь на русском языке в храме вижу ее редко. Ох, вот такие дела, Игнатий Тихонович, сама я смотрю ваши ролики и продолжаю милостью Божией бороться со своими страстями телесными. Обжорство, и хотя мой рост 1 метр 68 сантиметров, а вес до поста был 56 килограмм, а к концу поста 52, но через 2 недели снова набрала 56 килограмм, а иногда и 5 килограмм. То теряю, то снова набираю, это зависит от постов. Так, Екатерина, у вас нормальный вес, так что вы его можете поднять хотя бы до 63 килограмм, еще 10 килограмм можете навешать. Да, это так, входите в норму. То теряю, то снова набираю, зависит от постов. Но страсть, обжорство лютует, ничего этого нет у вас. Ну, не знаю, у вас вес просто прекрасный. А рядом идет сонливость, сон у меня зависит от графика работы. Когда я 2 недели дежурю, то сплю по 6 часов, когда организм требует 8 часов, а когда не дежурю, то отсыпаюсь и сплю уже по 8 часов, но это лишку. Я попутно комментирую ваше письмо. Сон можно постепенно уменьшать и уже назад не возвращаться. Выходные, невыходные, с работы нет. Никак не выходите за 6 часов, а то 8. Ничего себе хватило. И вот у меня Господь благословил, у меня сон был 20,5 часа. Послушала вас и решила перейти на 7-часовой сон. Но у меня привычка ложиться очень поздно осталась, а вставать надо рано. Вот пораньше ложитесь. Пока встаю в 6 утра, но если Бог даст, то со временем хочу перейти вставать в 4,40 минут, как и вы. А 4 года назад я брала благословение вставать ночью на молитву, когда не дежурю. С помощью Божьей исполняла, только был небольшой перерыв, когда был большой упадок сил. А теперь помогает ваш пример, чтобы вставать ночью, да и поклонов класть больше. Хотя я еще мало и молюсь. И пост мой всего лишь воздержание от мясной, хотя мясо уже совсем не емо от молочной пищи. А страсти души, гордость, тщеславие всегда идут по пятам. А если у меня чего-то не получается, то нападать, нападать в страсть, уныние, это вовсе никуда не годится. Стараюсь уповать на промысел Божий. Уныние приходит от плохо сделанной работы. Запомните, плохо постилась, плохо молилась. Вот у вас как раз и есть. Игнатий Тихонович, когда я вам писал в последний раз, то еще не знал, что у меня будут изменения в плане женских дней. С ними у меня последние два года нестабильность. А это очень для меня плохо. Ничего нельзя точно спланировать. Вот и сейчас пока получается так, что я бы очень хотел к вам приехать по Теряевку на крещение, для принятия крещения с полным погружением. Но нечистота может помешать надеясь только на промысел Божий. Ну уж как Бог велит. Поживете и придете, приедете, не на день день приезжать-то. И готова я впасть уже в уныние, но не теряю еще надежды, что цикл мой переменится. Да, а поскольку мне когда-то один архимандрит советовал прищищаться два раза в месяц, что я делала? А сейчас не могу ничего, так как если я не крещен правильно, то хожу в оглашенных. Это для меня тоже тяжело и приходит мысль, что если этим летом я к вам не попаду, то мне будет очень тяжело обходиться без святых таинств. И сколько это продлится, тоже неизвестно. Игнатий Тихонович, а вы мне все-таки скиньте или напишите, а вдруг я к вам приеду к 10 июля? Из Ульяновска поезд идет до Казани, а из Казани до Барнаула, но пока точно не знаю. Ну я это не знаю, справки не могу дать, но точно к 10. Но надо приехать пораньше, запасные дни иметь. Не знаю. Ответить не могу, потому что у нас было, что приезжали позже по каким-то причинам, батюшка отдельно им проводил крещение. А из Барнаула, по Теряевке ходят ли автобусы или маршрутки? Не ходят, не ходят, но идет поезд, можно нанять такси. Да, Игнатий Тихонович, я у вас спрашиваю, как поступать при женских днях. Насчет храма я знал, но ваше мнение мне важно. А вот насчет чтения Библии дома я поступал так ко мне когда-то советовал один у нас очень известный старец, Хиегумен, духовник мужского монастыря отец Иероним. И раз уж на мой вопрос, можно ли читать Библию при женских днях? Получил ответ, можно, но так и делал много лет, Игнатий Тихонович, а вы ответили, что нет. Как? Если не задевать, чтобы она открыта была, кто-то листал, можно. И теперь я понимаю, что не зря я вам задала такой вопрос, а только прошу, Господи, дай мне зреть мои согрешения и не осуждать брата моего. И вот неожиданно открываю грехи, которые за грехи не считала. Слава Христу! Благодарю вас, Игнатий Тихонович. Слушаю, как вы один считаете и снимаете ролики, удивляясь вашей работоспособности. Да не похитит никто у вас вашей радости. С благодарностью Екатерина Голубева. Вот. Ну и сейчас я покажу наши ресурсы. Это вот в первую очередь на наш сайт. Это и не сайт, я что сказал. Мой мир. Мой мир YouTube. Я на него сейчас выхожу и покажу как раз. Вот он как. Видите, тут я видно нет в шапке, в шапке, где сижу. А где с голубем, это контрольные модераторы делают. У нас работает. Ленточный православный форум Игнатий Лапкин называется. Это просто зарядите и уже найдете там храм Христа Спасителя. И прямо тут внизу под бордовой линией личные сообщения. Так вот, главное, чем я пользуюсь. Новые сообщения. На них нажмите новое сообщение и сразу на первую страницу. Новое. Итак, видите, видите, дальше в конце написано общий поиск. Вот общий поиск, это главное будет. На него нажмите и сразу же рамочка. И в рамочку вставляйте нужное слово. 1600 тем. Сколько здесь всего. Огромнейший материал. Я таких сайтов просто не знаю. Ну и видеоканал. Видеоканал, он так называется. Православный видеоканал открытым оком во свете Библии. Это в Ютубе. Зарядите. Сразу на нас выйдите. На нас. И тут есть видео, под видео слово канал главное. Если на главное нажмете, выйдите на жития святых, которые теперь оформлены по одному житию святых. Очень интересно. Но если займете опять нажмете на наш видеоканал. Канал очень большой. Очень. Подписчиков 6898. Просмотров 6257000. Роликов вчера я смотрел сколько 7108 роликов. То есть фильмов. Но у нас меньше 5 роликов на них не получается. То есть тут идет не просто что ставим, а работа. И дальше это уже в Ютубе, не в Ютубе, а в Гугле или в Яндексе. Зарядите. Православный библейский сайт во свете Библии. У нас все во свете Библии. Православный библейский сайт. И самое-самое ценное здесь. Здесь насчитаны аудиокниги, которые я говорю златоузжития. Все здесь. Заходите на наш сайт. И 4124 ответа по темам. И по темам разбито 55 папок. Допустим, первое, прочитаю некоторые. Бесы, колдовство, Библия, богослужение, болезнь, будущее мира, вера, взаимопонимание, внутренний мир человека, войны, государство, грех, деньги. Итак, по алфавиту. И это 33 книги открытым оком, а там все напечатано. И я оттуда выбирал. Когда мне говорили ваши вопросы разные, а как найти по тематике? Найти-то никак. А теперь-то они вместе. Я считал, что кто-то сделает после моей смерти. Но как стали на меня все больше и больше наседать, мне пришлось все оставить и заняться. И 33 тома по 752 странице заново все просмотреть, просчитать и разнести. Вопросы. Только по вопросам. Но сейчас некоторые вопросы я буду озвучивать. Немножко, совсем немножко. Это мы сейчас по русскому языку говорим. На букву Р. Я вот считаю сейчас вопрос 2420 А 11 том открытым оком. Неужели до самой гибели Российской империи так никому в голову не пришла такая простая мысль, что народ должен понимать смысл богослужения? Хотя какие-то книжки были для народа, чтобы люди могли хотя бы дома со словарем понять, что им поют церкви-то. Если такие переводы были, то почему же их не применили на практике? Заметьте, какие вопросы. У нас занятия были очень высокого уровня, которые люди приходили на свои, другие там уже никогда не ходили. Тут у меня были и профессора, и академики из КГБ, и краевая администрация, и ректора, и проректора. В пяти университетах я вел занятия только в одном 18 лет. Все бесплатно. Ответ. Сегодня мнимо верующие приверженцы церковно-славянского языка долдонят, что нельзя точно перевести на русский язык то, что на таком певучем и таком божественном языке звучит в храмах. Но это есть стопроцентная и дикая ложь. Уже задолго до обновленцев, прозвищем которых сегодня клемят любой просвет во тьме невежества православного, уже были переводы богослужений. Руководство к пониманию православного богослужения, содержащие шестопсалмия, часы и песнопения воскресные, праздничные, великопостные, на славянском языке с русским переводом, с приложением наставления о молитве, ежедневных молитв, символа веры и заповедей божьих, составил протоиерей магистр Петр Лебедев, одобрено Министерством народного просвещения как наиболее целесообразное изложение учения о богослужении для гимназии про гимназии. Издание 7, Санкт-Петербург, сенадальная типография, 1898 года, печатана по благословению Преосвященного Лавра, архиепископа Сиракузского и Троицкого. Типография преподобного Ивова Почаевского, Свято-Троицкий монастырь, Жардан-Биль, то есть репринтное издание, 1990 год, страница 176, предисловие. Православное богослужение чрезвычайно благотворно может влиять на душу христианина благолепием храма, знаменательностью обрядов и особенно назидательностью учтений и песнопений. Но тогда, как достаточно простого взгляда, чтобы восхищаться благолепием храма, довольно малой христианской проницательности, чтобы сквозь покров обрядов видеть важнейшие события из истории нашего спасения и поучиться воспоминаниям их, недостаточно самого напряженного внимания, даже образованного человека, чтобы понять вполне важнейшее чтение и песни нашего богослужения. Недостаточно самого напряженного внимания, да кто же так стоит напряженно это, у торгового тачка там крутятся, даже образованного человека, чтобы понять вполне важнейшее чтение и песни нашего богослужения, нужно непременно пересчитать их несколько раз, вдуматься в расположение слов, нередко справиться с первоначальным их, с греческим текстом, тогда только скажется уму весь высокий смысл их и почувствуется душой вся назидательность их, чтобы облегчить труд ознакомления с важнейшими чтениями и песнями нашего богослужения. Мы напечатали избранные из них на славянском языке с русским переводом и объяснениями. Собранные нами цветы из сада церковного да привлекут да расположат их к частому посещению самого сада церковного святого храма Божия, чтобы созерцанием красоты и вкушением благ этого земного рая Божия воспитать себя для вечного созерцания красоты вкушения благ Царства Небесного. Кавычки закрыты. Это предисловие есть лишь пустой звук мечтаний плотского ума, я отвечаю, который колобродит в пустоте созерцания несбывшимся за тысячелетия. Совершенно невозможно, чтобы неграмотные люди сидели с оригиналом греческим или раза на три предварительно считали прокимные кондакии, а потом бы вы их вылавлили в храме. Ах, вот это я считал, или ах, вот это, вот что значит, ах, наконец-то уловил, наконец-то ухватил. Для чего же эти ребусы и шарады устраивают для приходящих в храм? Лука 11, 52. Горе вам, законникам, что вы взяли ключ разумения, сами не вошли их хотящим воспрепятствовали. С естественной тьмой намного легче бороться, чем с поповскими закорючками, чем с мраком непонятным от церковно-славянского языка. Псалом 104, 28. Послал тьму и сделал мрак, и не воспротивились слова его. 1 Коринфянам 14, 11, 19. Но если я не разумею значение слов, то я для говорящего чужестранец, и говорящий для меня чужестранец, но в церкви хочу лучше пять слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов, но не знакомым языке. Это вот один вопрос и ответ. Ну кому понравится такой ответ-то? И понятно, Андрей Кураев говорит, объяснимо, почему к Игнатию так относятся. Если бы он не трогал священство, там, богослужение, русский язык, к нему вполне нормально относились. Вот абсолютно правильно. Ну как я буду говорить? Джордан, Виль, за рубежом, они говорят, говорят-то, для кого они говорят-то? Никто этого делать не будет-то. Ну и я говорю и отвечаю, и всем нравится. Вопрос четырехтысячный. 29-й том открытым оком. Почему все же так боятся духовные лица перевода Библии на понятный язык? Ответ. Это они объясняют боязнью исказить точность смысла при переводе. Пусть бы и так, но не до такой же степени благоговеть перед святыней, чтобы скрыть ее намертво никому не давать. Если и дать, то на непонятном языке это все равно, как давать воду, запаянную в пуле непробиваемый сосуд и бояться вскрыть его для жаждущих в пустыне, чтобы случайно туда не попал микроб. Понятно, что все это от лукавого. Первые учителя церкви, апостолы не боялись говорить истину на всех языках, и никто не думал передавать с абсолютной точности все и всегда. Попробуйте слищить те места, какие приводит Павел, и как они в оригинале записаны. Он просто на память приводит их и дает иной раз супер вычурное толкование. И церковь приняла эти его высказывания за канон Галатам 4.20. Что же говорит Писание? «Изгони рабу и сына и ее, ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном свободной». А в бытие написано так «И сказала Аврааму «Выгони эту рабыню сына ее, ибо не наследует сына рабыни и сына моим Исааком». То есть совершенно не так. Дальше. Галатам 3.13. «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано «Проклят всяк висящий на древе». Автор законе написано «Ибо проклят пред Богом всякий повешенный на дереве». Видите как? «И боятся служители алтаря Библии как бес ладана. И потому лгут без зазрения совести почти все на того, от кого слышат благовестие. И даже никогда тебя не видев, даже не беседовав ни разу, ничего не стоит сам воно с названием имени и фамилии называть православных, которые с Библией в руках, с сектантами, раскольниками, эритиками, отщепенцами, самощинниками». Титул 1.12. «Всегда лжецы, злые звери, утробы ленивые. Они совершенно не имеют страха Божьей». Я говорю о священниках. Надуваются, как индюки, кищаясь «А если благодать в их противозаконных благословениях при их щиванстве, снобизме и зазнайстве, Библию не любят и не знают, тупое самодовольство, вопиющее бестоламность и утвердившийся тысячелетиями православный магизм». Это Петр Мещеринов говорит, настоятель Данилова монастыря в Москве, Московской патриархии, Игумен, Лука 11.52. «Горе вам, законникам, что вы взяли ключ разумения, сами не вошли и входящим воспрепятствовали». Деяние 4.17. «Чтобы боли не разгласилось этого в народе с угрозой запретимым, чтобы не говорили об имени всем никому из людей». Стихотворение. «Понять не оправдать монахов можно, когда они желали так спастись и ощущали всей душой и кожей, сколь временно и кратко эта жизнь, а всюду обольщение богатством и суетая сует потопом через край. Не выбраться и без толку пытаться, все далее и призрачный и вожделенный рай. А церковь обмерщенная кряхтела под ланью императоров мирских, не о душе заботились о бренном теле и патриарх с синклитом в роскоши раскис. Евангелие Слово Бога и Еговы выносится к народу лишь на богослужение, силует крышку, смысл под ней закован, никто слепотствующих вовсе не жалеет. И дуринулись в пустыню с жаждаю спастись, свой рацион еды, питья уменьшив. Для одиночки был огромный риск терпеть от родственников грубой насмешки, а он опасности и холод пренебрегший питался тем, что Бог ослам послал, скорбел и плакал о распутстве прежнем, душил в себе походливость осла. А Слово Божие и призыв благовестию идти ко всем народом по вселенной неведом был, дух взрывался в плесень, духа Иисуса не вошел в скелеты. Как сделалось, что горло поднаперло шестому веку там, где Магомед, вину по бабе сбросили на черта, на благовестие идти по-прежнему не сметь. Вина монахов иныхов пустынных по всем расчетам безразмерно тяжко. Не познакомились со словом седонародным сыном. Перед щелмой пустыня опустела и ляжет. 26 июня 2008 года. Ну, я думаю, сегодня хватит, я уже кашлять начал, больше не могу. Так, попутно спрошу сейчас, кто-то у нас тут есть или все разошлись? Кто остался? Роман, конечно, остался. Да, моя надежда была допоследу, наверное. Роман здесь, да? Или тоже уснул? Ну, все, тогда отходим. Выключайте меня, кто был. Спасибо.